МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стала доброй традицией, когда представители общественных организаций, предприятий и учреждений всех отраслей помогают в подготовке к новому учебному году многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В преддверии первого звонка Красный Крест вручил таким семьям портфели с подарками. В Центральной городской библиотеке прошла встреча с тренером, руководителем организации «Баскетбольное посольство» Крисом Делом. Впервые в Барановичах с 30 августа в выставочном зале Краеведческого музея начнет свою работу специальная экспозиция восковых фигур под символическим названием «История и религия». Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». Стала добрая традиция, когда представители общественных организаций и предприятий, учреждений всех отраслей помогают в подготовке к новому учебному году многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В преддверии первого звонка Красный Крест вручил таким семьям портфели с подарками. Сделать начало учебного года праздничным и запоминающимся – главная забота не только учителей, родителей, но и общества в целом. Сборы в школу, хлопотное занятие, разноцветные ручки, стильные рюкзаки, красивая форма, спортивные принадлежности. Покупка этих и других вещей – дело не только приятное, но и затратное. Не каждая семья может позволить приобрести все необходимое. Ежегодно общественная организация «Красный Крест» подставляет плечо, проводит благотворительную акцию «Соберем детей в школу». В этом году мы получили от секретариата Белорусского Красного Креста помощь, которая будет направлена на оказание поддержки к школе 50 деткам из многодетных, малообеспеченных, из многодетных неполных семей, из многодетных семей, у которых есть ребенок-инвалид. Алла Сайфуддинова одна воспитывает троих детей, двое из которых – инвалиды. Сегодня в семье настоящий праздник. Ребята получили укомплектованные портфели. Теперь школьники полностью готовы к началу нового учебного года. «Хотела бы поблагодарить «Красный Крест» за оказанную помощь, спонсоров «Красного Креста» за оказанную помощь, потому что если бы не они, мы бы не получили такие хорошие подарки, потому что подарки действительно стоящие, и рюкзаки, и полный набор. Дети довольны. Большое спасибо». Значительную спонсорскую помощь оказали коллективы «Промстройбанка» и «Приорбанка». Инициативу поддержал Дом торговли «Радуга». В настоящее время общий уровень газификации природным и сжиженным газом в республике составляет порядка 97%. Общая протяженность газотранспортной системы – около 62 тысяч километров. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время пресс-тура Минэнерго ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Все районные центры и города обеспечены централизованным снабжением, природным газом. Важную роль для экономики играет и торфяная сфера, которая в прошлом году отметила свое столетие. День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. В Центральной городской библиотеке прошла встреча с тренером, руководителем организации «Баскетбольное посольство» Крисом Диэлом. Разговор с учителями и учащимися шел о роли уважения в достижении успеха в спортивной карьере и в жизни в целом. Уважение. Что оно значит с точки зрения себя и других, и почему оно так важно? В Центральной городской библиотеке прошла мотивационная встреча с американским специалистом по баскетболу, руководителем организации «Баскетбольное посольство» Крисом Диэлом. Тренер из США рассказал о том, как преодолеть психологические преграды в общении с помощью спорта, как достичь успеха в спортивной карьере и в жизни в целом. Основная цель встречи – объединить людей посредством баскетбола. Я начал заниматься баскетболом настолько рано, насколько себя помню. Возможно, лет с 4-5. И вот уже около 20 лет работаю тренером. Я выбрал баскетбол, потому что это лучший вид спорта в мире. Визит в Беларусь – это продолжение сотрудничества в целях развития баскетбола в нашей стране и укрепления международных связей. Он включает в себя ряд мастер-классов и встреч, которые организованы Национальной федерацией баскетбола и посольством США в Республике Беларусь. К слову, посольство в настоящее время работает с несколькими национальными федерациями, предоставляя программы, соответствующие потребностям их стран. Только этим летом в качестве лектора Крис побывал в Турции, Македонии, Англии, Косово, Швеции и Беларуси. У нас сейчас очень хорошее отношение с Федерацией баскетбола, и мы работаем над их развитием. Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем сделать даже больше. Это мой второй визит в Беларусь. Я был здесь уже в июне. Мне так понравилось, что месяц спустя я вернулся. Я бы с удовольствием потренировал белорусских ребят, если у вас есть люди, которым это интересно. Семинары и мастер-классы для тренеров и всех заинтересованных лиц продолжатся в Гродно и Минске. В сентябре Крис Диэл посетит тренировочный лагерь для игроков молодежных команд до 16 лет на базе Республиканского государственного училища Олимпийского резерва. Со 2 сентября текущего года пассажиры белорусской железной дороги при покупке билета в кассе смогут дополнительно оплатить постельное белье. Услуга предоставляется по желанию пассажира и распространяется на купейные, плацкартные вагоны и вагоны СВ поездов формирования БЖД, курсирующих внутри республики. В настоящее время Белорусская железная дорога также проводит работы по внедрению данного сервиса при покупке билетов на официальном сайте. Напомню, что в международном сообщении стоимость комплекта белья уже включена в стоимость билета. Впервые в Барановичах с 30 августа в выставочном зале Краеведческого музея начнет свою работу специальная экспозиция восковых фигур под символическим названием «История и религия». На экспозиции представлены фигуры великих князей, воинов, писателей и многих других. Евросинья Полоцкая, Николай II, Александр Пушкин в одной комнате. Выставочный зал Барановичского Краеведческого музея приглашает на открытие выставки восковых фигур. Вернисаж состоится 30 августа. «История и религия». Именно так называется экспозиция. Все скульптуры из разных уголков планеты и эпох, но узнать каждую личность не составляет труда. Выставка акцентирует внимание на духовных и нравственных ценностях. Впервые в Барановичах и в Белоруссии новый проект Санкт-Петербургского музея восковых фигур и Невского патриотического союза «История и религия». Это познавательно-образовательный проект в рамках дополнительного образования для школьников и учащихся, а также для всех тех, кто хочет расширить свой кругозор по нашей истории, по истории церкви, взаимосвязи и, конечно, по истории жизни наших героев. Все персонажи выполнены с максимальной точностью. Их с легкостью можно принять за живых. Если подойти к экспонату поближе, то сразу же ощущается эффект присутствия. К сведению, история искусства создавать из воска насчитывает не одну тысячу лет. Качество фигур ежегодно улучшается. Для их изготовления применяются различные нанотехнологии. С замечательным музеем вашим мы сотрудничали уже на протяжении 5-7 лет. Уже было три выставочных проекта. Но вот такой впервые, как и в Белоруссии, по специальной просьбе, можно сказать, заявке вашего музея, мы издалека, не планируя заезжать в Беларусь, абсолютно, вот приехали на два месяца с 30 августа по 27 октября в выставочный зал. Отдельным бонусом на выставке является воссоздание шедевра Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Православные верующие сегодня отмечают ореховый спас. Спас на полотне. Праздник установлен в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь. Третий спас называется ореховым, потому что к этому дню, как правило, созревают орехи. В Беларуси орешник считается священным деревом, он символизирует жизнерадостность и плодовитость. В этот день принято делать выпечку и хлеб из муки нового урожая, а также добавлять орехи. Не стоит забывать поделиться с нуждающимся. В этот праздник нельзя лениться, так как издавна принято собирать урожай и готовиться к зиме. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.